Мне терапевт предложил пройти диспансеризацию бесплатно. Могу я узнать, что это такое? Включает в себя комплекс обследований. Нужна она для того, чтобы на ранних стадиях выявить неинфекционные заболевания. Какие анализы мне нужно будет встать и каких врачей? Биохимический анализ крови, ЭКГ, флюорографию и мазок у вас возьмут. После с результатами к терапевту. Если есть отклонения, направят к узкому специалисту. Алифтина Керимова решила пройти диспансеризацию в поликлинике номер один. Хочет узнать о своем здоровье больше. За пару часов сдала анализы и прошла несколько врачей. Я считаю, что людям нужно проходить диспансеризацию для того, чтобы предупредить болезни какие-то, чтобы люди знали, для чего это нужно, что у них болит. Бесплатную диспансеризацию проходят каждые три года. Для обследования нужны паспорт и полис обязательного медицинского страхования. На месте заполняйте анкету. Она поможет терапевту в обследовании. То, что сейчас проходит, это скрининговое обследование на выявление неинфекционных заболеваний. И по нашим результатам, по нашему опыту, хочу сказать, что мы выделяем достаточно много первичных больных, которые не знали, не подозревали, что у них есть то или другое или заболевание, или тенденция к развитию этого заболевания. Вот именно тенденцию к развитию мы стараемся остановить. Обследование помогает выявить сахарный диабет, проблемы с артериальным давлением и даже онкологию на ранней стадии. Диспансеризацию можно пройти в любой будний день с 8 утра или раз в месяц в субботу. В этом году обследования в Центральной клинической больнице прошли уже 5,5 тысяч химчан. Ксения Каретникова, Дмитрий Бочаров, Служба новостей.